Сегодня в Доме правительства вручали государственные награды жителям столицы. Церемония приурочена ко дню города, который совсем скоро отметит столица Чувашии. Впечатления, представленных к наградам жителей Чебоксар, собирала моя коллега Ольга Григорьева. Этого торжества свои сложившиеся традиции. Звучание гимнов России и Чувашии, выступление первого лица республики. Оно, разумеется, в честь тех, кто внес существенный вклад в общее дело развития региона. Людям, которые не жалея сил, трудились, трудитесь, и мы рассчитываем на вас, что вы еще лучше будете трудиться для изменения облика культуры нашей столицы. С каждым годом в столице республики становится все краше. Награды российского и чувашского образца ждут своих обладателей. Среди 20 претендентов большинство люди рабочей специальности. Среди них токарь-расточник Геннадий Суботин. А таких в советское время часто снимали кино. К наградам ударник 11-5-летки, заслуженный работник промышленности Чувашии, добавляется заслуженный машиностроитель России. В 79-е годы я устроился на завод, по заводу промышленности Чувашии учеником. Вот начал развиваться с того года, в 79-е годы. До сегодняшнего дня работаю токарем-расточником. Звание заслуженного машиностроителя России удостоено и мастер литейного цеха Инна Мочелова. Получить награду может каждый, считает она. Нужно только лелеять мечту и осуществлять ее. Пока сверстники желали стать врачами, космонавтами, учителями, шестиклассница Инна грезила о литейном цехе. В школьные годы была экскурсия. Ну и сейчас они, экскурсии эти есть. И нас повели по заводам, истрапаратный завод, агрегатный завод. И мне вот понравился литейный цех. И после окончания школы пришла я на завод в цех ИЦ-1, ну цех горячей переработки пластмасс. И с 17 лет я работаю в этом цеху. Награда своего рода итог деятельности одинаковы для рабочих и работников культуры и образования. Они сегодня тоже в почетных рядах. Артисты, педагоги и даже ремесленник. Я думаю положительно. Хороший итог, приятный итог. Чувствуешь, что работа наша не бесполезна, что она нужна. Что находит понимание и людей, и самое главное, поддержка руководства республики и города. Это для нас очень важно. Вместо театральной сцены артистка Ольга Вильдяева выходит на импровизированную. Сегодня у ведущего мастера театра оперы и балета не менее важная роль. Роль заслуженного артиста Чувашия. Я сейчас приду домой, я ее маме своей покажу прежде всего. Мама, смотри, я получила награду. Награда это не только моя, но и моего родного театра. Всех тех людей, которые на протяжении длительного времени вкладывали в меня свой талант, свои знания, свои умения, свои физические и душевные силы. Кульминация на подходе. Церемония награждения закончена. Далее коллективные фото на память, просто общение. Впереди еще выход на открытую площадку купола и прием поздравлений от родных и близких. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.